Допустим, вот серый материал, оранжевый, красный, черный. Именно поэтому, если у вас в регионе очень жарко, вы выбираете лодку для того, чтобы она меньше грелась. Не забывайте на солнце иногда подспускать стравливающий клапан. Всем привет! С вами компания Мужские Игры, город Челябинск, техника для увлеченных. Еще одна небольшая рубрика по поводу того, какой материал нагревается больше, какого цвета. Сейчас у нас разгар дня, 12 часов практически, полдвенадцатого. Температура по данным метеостанции 36 градусов, плюс лодки стоят примерно 45 минут в час. На солнце мы их выставили, они не в воде. И Александр у нас сейчас проведет замеры, сколько, допустим, вот серый материал, оранжевый, красный, черный. Насколько он нагрелся. Итак, серый материал у нас нагрелся до 50 градусов. Оранжевый. Оранжевый значительно менее нагревается. Сейчас успокоимся. 40 градусов, 40 градусов. Оранжевый нагрелся до 40 градусов. Дальше переходим на красный материал. Красный потеплее. 49 градусов. Красный потеплее, теперь на черный. Самый горячий материал, как всегда, черный, мы это видим, 57 градусов, намного горячее, чем серый. На втором месте серый у нас получился, и на третьем красный. Меньше всего нагревается оранжевый. Оранжевый, как и говорили, производитель. Меньше всего нагревается оранжевый материал, так как и говорит производитель. Ну, если мы не имеем в виду светлые материалы, светло-серый, светло-белый, оранжевый, выигрывает. Именно поэтому, если у вас в регионе очень жарко, вы выбираете лодку для того, чтобы она меньше грелась. Выбирайте светлые тона, выбирайте из цветных лодок. Это оранжевый, естественно, вам очень подойдет. Не забывайте открывать стравливающие клапаны, если они имеются. Если нет, не забывайте на солнце иногда подспускать стравливающий клапан, обычный, точнее, накачивающий клапан, чтобы стравить давление, чтобы лодка у вас не разорвалась по швам. КОНЕЦ КОНЕЦ